Всем привет! Меня зовут Анатолий Быков, Джин Лав. И в данном видео я расскажу вам о специальной мышке для левой руки. Возможно, у вас тоже возникла такая проблема, и вы хотели купить мышку для левой руки, но нигде ее не могли найти. У вас, скорее всего, встречались вот такие вот мышки. Просто симметричные мышки, обычные симметричные мышки. Вот, это максимум то, что вы могли найти более-менее комфортно для вашей руки. Но большинство же мышек делают именно под правую руку. На большинство мышек даже кнопочки всегда, если это игровые, расположены вот здесь вот, с этой стороны. Вот, ну, а вообще игровых мышек для левой руки практически не существует. Существуют обычные симметричные. Еще я видел, что существуют мышки, где кнопочки с двух сторон. И там просто нужно вытаскивать кнопки с одной стороны, ставить заглушку и вставлять с другой. Но все равно это просто симметричная мышка. Она не максимально комфортная, не максимально удобная. У меня же случилась такая ситуация, что я раньше использовал мышку в правой руке, и все время пользовался мышкой именно правой рукой, потому что я правшая. Но случилась такая ситуация, что мне пришлось начать пользоваться мышкой левой рукой. Вот, и ладно, скажу очень быстро, кратенько. Это произошло из-за того, что у меня была драка, и я сломал, здесь вот у меня был переломчик, где мизинец. И теперь он у меня, он все работает, все функционирует, мизинец работает, но он, если вверх-вниз, он вот так вот перескакивает быстро, да, то есть нет плавной работы мизинца. То есть нарушена такая функциональность. И когда я играл в игры, собственно, эта функциональность не позволяла мне грамотно нажимать на кнопки, то есть быстро и четко и точно. И с тех пор я решил, что пора поменять хват и научиться играть левой рукой мышкой. И, собственно, я сам еще для себя развеял лифт то, что каждый может это сделать. Я за два месяца научился играть левой рукой, и очень хорошо. Теперь я мышку держу в левой руке, а правой рукой играю на клавиатуре. А раньше было наоборот. Я мышку держал в правой руке, а левой рукой играл. Но после этого, собственно, небольшого дефекта, теперь у меня наоборот. Мизинец не используется, в основном в мышке. Я использую теперь левую руку, чтобы управлять мышкой. Итак, ладно, перейдем к основному и главному моменту. Если вы хотите купить мышку для левой руки, то практически ее нигде нельзя найти. Но, собственно, есть такая возможность создать самому мышку для левой руки. И, как вы видите на экране, это сделано у меня. То есть я сам создал мышку для левой руки. Это очень легко сделать, очень просто. Каждый сможет это сделать без никаких специальных знаний, инструментов и так далее. То есть материал, который здесь используется, он легкодоступный. Он очень дешевый. Значит, она от 50-100 рублей до 300 рублей. Но, смотри, тут можно использовать два вида материала. Можно вообще сделать мышку самую дешевую, используя другой материал. Пока не буду говорить, какой. Купив за 50 рублей, да? И сделать мышку тоже для левой руки. Но можно более надежный материал, как используем здесь. Здесь это будет стоить чуть подороже, ну, на 100 рублей, да? И все. В общем, использовать специальный материал. И, собственно, создать я вам предлагаю самостоятельно мышку для вашей левой руки. И она будет не просто мышкой, да? Она еще будет очень эргономичная. То есть, и, как вы видите, у меня здесь пальцы кладятся очень четко и точно, так, как мне надо. То есть для меня в игре была очень важна комфортность, высокая точность и скорость управления мышкой. Когда я это сделаю, я покажу вот так. Видите, у меня мизинец упирается не просто вбок, он еще и толкает саму мышку, вот здесь вот в ямочке так находится. Также безымянный параллель. Помимо этого, есть еще такая вот штучка, такая выемка. Видите, вот здесь вот. То есть это тоже все формы. Здесь на белом фоне плохо видно, но здесь прям идеальная форма ложится по пальцам. Все эти изгибы и так далее. То же самое здесь. Здесь такая ямочка, все сделано под большой палец. И все это максимально комфортно, эргономично, так как мне удобно держать. Естественно, это не идеал. Я понимаю, что на этом я не остановлюсь, я буду создавать еще более лучшие, еще более качественные мышки. Но для начала вы можете сделать для себя комфортную мышку для вашей руки. И самое главное, что я хочу сказать, что это легкодосупный материал, что это очень просто и очень легко. И вы можете это сделать. И это может быть не только белым цветом, как у меня, да? Само это вещество, когда застывает, оно становится белым цветом. Вы можете использовать красители и сделать это любым цветом, каким захотите. Также вы можете использовать не просто обычные красители. Вы можете использовать люминесцентные красители. И сделать так, что тот материал, который вы сюда залепите, да, по вашей форме, по вашим пальцам, он еще будет светиться. То есть, он может заряжаться на солнце и в темноте светиться. Это еще круто. Ну, опять же, если вам это интересно, вы можете добавить именно такой специальный люминесцентный краситель. И тогда это будет еще светиться в темноте. Вот. Что еще хочу сказать? Хочу сказать, что я предлагаю вам воспользоваться моей видеоинструкцией и самим создать мышку для вашей левой руки. И для этого вам просто нужно перейти на мой сайт, ссылка в описании, и приобрести данную видеоинструкцию. Помимо этого, я... В этой видеоинструкции будет показано, как я все это сам делал. Это несложная процедура, очень простая. Еще хочу сказать, что вы можете изменить любую мышку, неважно, симметричная эта мышка, или специальная мышка под правую руку была она. Вот эта изначально мышка Logitech, она изначально была создана под правую руку, потому что это модель M330, она была создана под правую руку, но я из нее переделал под левую руку. Я мог переделать любую мышку, но я выбрал ее, потому что у ней беззвучный клик, то есть клик не громкий. Если мы нажимаем, она не слышна как клика, поэтому я ее и выбрал. Вот. И также я дам вам все ссылки, расскажу все, какие я материалы использую, и, собственно, покажу, какой можно самый дешевый использовать материал для создания мышки, да, для вашей левой руки, и более дорогой. Вот. Ну, там не сказать дорогой, там разница в 100 рублей, там. То так вы заплатите 50 рублей, там, а так вы заплатите 150 рублей на покупку материала, да, вот этого. 150 рублей – это вообще не деньги. Вот. Для того, чтобы создать мышку. Тем более этот материал у вас еще останется, там весь вы его не используете. Вот. Итак, что еще хочу сказать? Ну, то, что я вам дам все ссылки, все покажу в видео, как все делается, и еще дам ссылочку на то, какие красители можно использовать, и как это все делается, как это все, в общем, происходит. Все будет максимально показано в видео, в подробную, и, собственно, если вам интересно это предложение, и вы хотите, наконец-то, создать классную мышку для вашей левой руки, вы, собственно, это можете сделать. Сразу хочу сказать еще, что после того, как я сделал мышку, и стала она мне намного комфортней, я тренируюсь на одном сайте, выбивая шарики по количеству шариков, да, я раньше выбивал около 100 шариков, 89 где-то шариков, или там, ну, 95 шариков, по-разному. Иногда до 102 шарика выбивал, там, за определенное количество времени. После того, как я сделал мышку с комфортным состоянием, да, я держал комфортно, я стал уже выбивать по 148, по 150 шариков. То есть, моя точность и скорость управления мышки сразу возросла после того, как я сделал мышку для левой руки, именно удобную по пальцам. Ну, в принципе, все, что я вам хотел рассказать, я рассказал. Предлагаю вам зайти на мой сайт, приобрести видеоинструкцию, как сделать мышку для левой руки и воспользоваться ей данной видеоинструкцией и сделать самостоятельно самому мышку для вашей левой руки. Вот. А на этом все. С вами был Атоль Быков, Джин Лав. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok